Азбука Гурмана Добро пожаловать в новый выпуск программы Азбука Гурмана. Сегодня мы познакомимся с различными типами почек и научимся чистить их. Также мы увидим, как готовить и очищать говяжьи и бараньи языки. Научимся различным техникам приготовления брошет. Наконец приготовим рагу. И сегодня мы научимся готовить четыре блюда. Это почки под хересом с картофелем по-испански, брошет из почек ягненка с рисом басмати, язык ягненка тушеный с картофелем и дьявольский язык. Осуществить вышеуказанные рецепты нам помогут следующие инструменты. Шеф-нож, разделочный нож, палочки для брошет. Для начала приготовим почки под хересом с картофелем по-испански. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Говяжьи почки, оливковое масло, лук-шалот, зерна аниса, зубчики чеснока, сухой херес, копченая горчица, бульон из телятины, молочный крем, кориандр, соль и перец. В продаже можно встретить различные виды почек. Говяжьи, свиные, бараньи. Почки молодых животных намного мягче и имеют очень нежный вкус. Покупая почки, нужно помнить, что они должны блестеть и не должны быть обыжжены из-за неправильного охлаждения. Также они не должны резко пахнуть аммиаком. Приготовление. Любое приготовление, в котором будут использоваться почки, неизменно начинается с их очистки. Необходимо снять покрывающую их пленку. Если этого не сделать, мясо сделается упругим и резинистым. Отрежем ножницами внутреннюю часть, чтобы можно было удалить жир и мочеточники. Обвяжем мясо традиционным способом, чтобы оно не потеряло форму при приготовлении. Нити нужно привязывать через каждые 5 сантиметров. На сильно разогретую сковороду добавляем немного оливкового масла и быстро обжариваем с обеих сторон почки. Солим совсем чуть-чуть, чтобы они не потеряли весь свой сок. На той же сковороде, где мы обжаривали почки, пассеруем лук-шалот. Только когда лук станет прозрачным, добавляем чеснок, чтобы он не подгорел. Затем высыпаем семена аниса, чтобы они обжарились и начали источать аромат. Затем деглазируем хересом. Херес – это винный дистиллят. Он может быть десертным или сухим. В данном случае мы используем сухой херес. Нужно дать спирту немного выпариться, чтобы сконцентрировались эссенции, которые нас как раз и интересуют. После того, как спирт выпарится, добавляем бульон из телятины и даем ему выкипеть практически наполовину. Наконец, солим и перчим. Далее, когда почки хорошо поджарятся, снимаем с них нити. Нарезаем кружочками и готовим в соусе вместе с кремом и горчицей. Горчицу мы добавляем после крема и бульона, чтобы она не подгорела при чрезмерном выпаривании. Как мы видим, почки имеют розоватый цвет, так как мы их едва обжарили. Готовим в соусе 3 минуты или пока соус не загустеет. Помните, что почки нужно употреблять сочными. Если вы передержите их на плите, их текстура станет жесткой, сухой и похожей на пробку. Как гарнир к почкам под хересом приготовим картофель по-испански, для которого нам понадобятся следующие ингредиенты. Картофель, вода, чеснок, тимьян и соль. Приготовление. Сначала хорошенько промоем картофель и очистим щеткой землю, которая могла на нем остаться. Варим его в мундире по-английски в соленой воде с чесноком и тимьяном. Напоминаем, что варка клубневых овощей по-английски отличается от варки этим способом зеленых листьев. Последние закладываются в кипящую воду, а клубневые – в холодную. Важно не давать воде закипеть, ее температура не должна превышать 85 градусов. Картофель можно считать готовым, когда он легко прокалывается. Тогда вынимаем его из воды и режем кружочками. Сервировка. На дне тарелки выкладываем кружочки картофеля, а на них – почки с соусом из хереса. Картофель впитает часть жидкости, его текстура будет отлично сочетаться с мясом. И, наконец, все это мы украсим рубленной петрушкой. Блюдо готово. Следующее блюдо. Как второе блюдо, приготовим брошет из почек ягненка с рисом басмати. Для брошет нам понадобятся следующие ингредиенты. Почки ягненка, грибы портабелла, копченый бекон, лук, соль и перец. Приготовление. Брошет – это небольшие кусочки мяса, рыбы или овощей, жареные на решетке или на сковороде, которые подаются, насаженные на палочку. Для начала очистим почку ягненка. Как мы видим, она покрыта слоем жира, который мы должны снять, чтобы открыть мясо. При помощи разделочного ножа вырезаем центральную часть, где располагаются мочеточники. Затем режем копченый бекон на кубики, так же, как и лук и грибы, у которых мы будем использовать шляпку. На палочку для брошет, в данном случае деревянную, накалываем, чередуя различные ингредиенты. Помните, что когда вы используете палочки из дерева, нужно заранее подержать их в воде приблизительно час, чтобы после приготовления они легко вынимались. Также существуют палочки из других материалов, например, из нержавеющей стали. Что касается порядка нанизывания, желательно начинать с самых твердых кусочков, а самые нежные поместить в середину. В данном случае это почка. После того, как мы нанизали все ингредиенты, мы обжариваем брошет на сковороде с маслом на сильном огне. А затем мы еще минут пять запекаем в духовке при температуре 160 градусов. Помните, что брошет нужно всего лишь обжарить, чтобы они приобрели хороший цвет. Но ни в коем случае нельзя передерживать почки, иначе их текстура станет жесткой, сухой и упругой. Как гарнир к этим брошет приготовим рис басмати. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Сливочное масло, рис басмати, лук, бульон, пучок ароматных трав, соль и перец. Приготовление. Сначала в кастрюле пассируем на сливочном масле мелко порезанный лук. Добавляем рис и обжариваем его, пока он не приобретет жемчужный оттенок. Тогда доливаем горячий бульон, который мы посолили, поперчили и добавили в него пучок ароматных трав. Важно не забыть, что когда мы вливаем бульон или другую жидкость в рис, она должна кипеть. Рис басмати, который мы используем, это натуральный рис, родом из Индии, он необычайно ароматный. Это маленький, тонкий, длиннозерный рис и готовится приблизительно 25 минут. После обжарки риса и добавления бульона накроем калькой, чтобы рис окончательно приготовился и впитал всю жидкость. Сервировка. Для подачи сформируем на тарелке рис, а на него положим брошет. Чтобы украсить, а также для придания аромата, добавим несколько капель травяного масла, для приготовления которого просто измельчаем при помощи миксера травы с маслом, а затем процеживаем. Блюдо готово. Следующее блюдо. Как третье блюдо приготовим рагу из языка ягненка с картофелем. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Язык ягненка, легкий бульон, порезанный столбиками соленый бекон, очищенное сливочное масло, порезанный четвертинками лук, морковь колечками, порезанные четвертинками очищенные помидоры, зубчики чеснока, белое вино, темный бульон из ягненка, лавровый лист, пучок ароматных трав, картофель, соль и перец. Приготовление. Сначала помещаем языки в холодный бульон и доводим до кипения. Затем делаем огонь минимальным и пошируем, то есть варим, не доводя до кипения. Приблизительно час, так как эти языки очень маленькие и весят 100-120 граммов каждый. Затем вынимаем их из бульона и все еще горячими чистим, то есть снимаем покрывающую их кожу, которая имеет шершавую и жесткую текстуру, в отличие от нежного мяса внутри. Напоминаем, что язык – это мясистый съедобный орган животного. В мясных лавках он классифицируется как субпродукт, но это мясо высшего качества с очень необычным и насыщенным вкусом. Кроме того, этот продукт можно готовить самыми разнообразными способами – тушить, варить, обжаривать в сухарях, подавать с подливкой в холодном виде или с уксусными соусами. Следует отметить, что порой в зависимости от размера может потребоваться достаточно долгий срок приготовления, чтобы текстура мяса стала действительно нежной. Далее, чтобы приготовить рагу, закладывая в холодную воду, бланшируем порезанный столбиками бекон, чтобы вывести излишки соли или жира, которые могут в нем содержаться. Напомним, что ломтики бекона должны быть полсантиметра в ширину и три сантиметра в длину, чтобы получились кусочки, на которых видны чередующиеся полоски сала и мяса. В сотейнике или сковороде с высокими краями обжариваем на сливочном масле бланшированные кусочки соленого бекона. Добавляем лук, порезанный четвертинками, а затем морковь, у которой нужно сделать по бокам желобки. Потом порезать ее колечиками. Этот способ резки называется виши и делается исключительно с декоративной целью. По прошествии нескольких секунд добавляем порезанные четвертинками помидоры, очищенные от кожуры и семечек. Затем пучок ароматных трав и деглазируем белым вином. Затем заливаем блюдо темным бульоном из ягненка. Чтобы приготовить такой бульон, нужно 2-3 часа варить кости вместе с различными овощами, а затем процедить. Наконец добавляем языки, которые мы отваривали всего час, чтобы потом еще в течение получаса-часа тушить их с овощами. затем солим, перчим, закрываем фольгой и готовим на тихом огне еще час. Затем добавляем картофель и тушим, пока картофель не станет мягким. Благодаря содержащемуся в нем крахмалу наше рагу загустеет. Сервировка. Когда все ингредиенты будут готовы, поместим рагу в глубокую тарелку и украсим лавровыми листиками. Блюдо готово. Следующее блюдо. И напоследок приготовим дьявольский язык. В данном случае мы будем использовать говяжий язык, вес которого колеблется от 300 граммов до килограмма и 300 граммов. В зависимости от того, язык это теленка или бычка. Напомним, что чем меньше язык, тем он нежнее и тем лучше вкус. Для приготовления языка нам понадобятся следующие ингредиенты. телячий язык, легкий бульон, красный и зеленый болгарский перец, маринованные корнишоны, лук, сливовидные помидоры. А для приготовления соуса нам понадобятся кетчуп, соус табаско, мелкая соль, белый перец, кукурузное масло. Приготовление. Сначала закладываем язык в холодную несоленую воду и пошируем его, то есть варим, не доводя до кипения. При температуре не выше 85 градусов в течение 2-3,5 часов в зависимости от его размера. Снимем кожу, покрывающую язык. Рекомендуется чистить его еще горячим вручную, как это делает сейчас повар. Пока коллаген размягчен, снять кожу будет намного проще. Обращаем ваше внимание, что в предыдущем случае, так как язык ягненка был недоварен, пришлось срезать кожу ножом, и процесс был намного более утомительным. Сняв кожу, срезаем центральную часть, так как в ней находится большое количество нервов и сосудов, которые могут испортить блюдо, и кладем язык охлаждаться в холодильник, завернув его в пленку, чтобы мясо не сохло. Язык после варки нужно оставить остывать в собственном бульоне, пока температура не снизится до 65 градусов. Тогда язык нужно будет вынуть, завернуть в пленку и как можно быстрее остудить. Так он может храниться в холодильнике до трех дней. Когда язык охладится, нарезаем его тонкими пластинками, чтобы затем порезать соломкой и пока откладываем. кетчупа, острого соуса табаско, соли, перца, кукурузного масла, смешанных в таком порядке. Этот соус отличается от уксусного тем, что в нем не содержится большое количество кислых ингредиентов. Это густой соус, который не так легко размешивается, как уксусный. В миске смешиваем нарезанный соломкой язык, помидоры, лук и маринованные корнишоны. Также порежем красный и зеленый болгарский перец. Очень важно, чтобы все ингредиенты были одинаково порезаны, тогда салат получится очень нежным. Затем добавим наш соус. Но в отличие от других соусов, этим соусом нужно заправлять салаты за час-полтора часа до подачи, чтобы он хорошо впитался и соединился с остальными ингредиентами. Напоминаем, что этот салат можно заправлять задолго до употребления. Это можно делать потому, что он не содержит зеленых листьев, которые начинают вянуть, едва соприкоснувшись с кислым элементом. Сервировка. Для подачи помещаем этот салат на тарелку и добавляем соус. Напоминаем, что хотя это холодное блюдо, не стоит употреблять его сразу после вынимания из холодильника. Оно должно быть температурой окружающей среды, так как холод задерживает вкус. Блюдо готово. Итак, сегодня мы научились различать говяжьи и бараньи почки и языки и чистить их. Также мы познакомились с различными техниками их обработки. Приготовили брошет, рагу и острый салат из этих ингредиентов. Это все на сегодня. Мы надеемся, что вам был полезен и интересен наш урок. Увидимся в следующем выпуске передачи «Азбука Гурмана». Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова